Напряженный, нацеленный на восстановление экономической активности. Так, о бюджете следующего года говорит начальник финансового управления администрации Полевского Оксана Мельникова. Несмотря на все сложности, в бюджете предусмотрена индексация фондов оплаты труда работников бюджетной сферы и рост тарифов на коммунальные услуги, мероприятия по благоустройству и созданию комфортной городской среды, содержание и ремонт дорог и многие другие направления по повышению качества жизни полевчан. Общий объем доходов спрогнозирован в сумме 2 млрд 652 млн 800 тыс. рублей, в том числе прогноз по налоговым и неналоговым поступлениям 816 млн 800 тыс. рублей и по безвозмездным 1 млрд 836 млн. Расходы бюджета предусмотрены в объеме 2 млрд 669 млн 700 тыс. рублей. На 2022 год предусмотрен дефицит в размере почти 17 млн рублей. Он будет покрываться за счет остатка средств на счете на 1 января 2022 года. Отдельно остановилась Оксана Юрьевна на доходной части бюджета. Основную долю составляют безвозмездные поступления от других бюджетов. Это 69%. На налоговые и неналоговые доходы бюджета приходится 31%. Это чуть больше 816 млн. рублей. Что касается расходной части бюджета, то она составлена с учетом безусловного выполнения всех социальных обязательств. Общая сумма расходов составляет 2 млрд 669 млн. рублей. В бюджете 2022 года расходы на социально значимые отрасли предусмотрены в объеме 2 млрд 68 млн 400 тыс. рублей, что на 121 млн 400 тыс. рублей больше первоначально утвержденного бюджета на 2021 год. В том числе на образование на 91 млн. рублей, на культуру на 24 млн 600 тыс. рублей, на социальную политику на 16 млн. В 2022 году Полевской городской округ продолжит участвовать в реализации трех национальных проектов. Это демография, жилье и городская среда, образование. На эти цели предусмотрено 182 млн. рублей. Национальный проект «Жилье и городская среда». В рамках данного проекта планируется реализовать мероприятие по благоустройству общественной территории улица Коммунистическая по проекту так называемая «Новая коммунка». Национальный проект «Образование». В рамках данного проекта планируется реализовать создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, так называемая «Точка роста». В целом бюджет города Полевского называют программным. Каждая программа имеет свои цели и задачи. Комплексные мероприятия – показатели для результата. Программный бюджет позволяет оценить, насколько эффективно используются бюджетные деньги. К примеру, на сохранение и развитие культуры, создание условий для отдыха детей, в муниципальном лагере, организация работы с молодежью запланировано 248 миллионов. Что же касается формирования современной городской среды, то здесь сумма предполагаемых затрат составит 174 миллиона. А вот на развитие системы образования предполагается 1 миллиард 552 миллиона 700 тысяч рублей. Это 58% от общей суммы всех расходов. Много, на первый взгляд. Но если вслушаться в слова начальника управления образования, недостаточно для развития школ и детских садов и обеспечения всем необходимым. В этой строке не хватает порядка 99 миллионов. Всегда, когда звучит сумма за миллиард, в зале такое оживление, что как они бедные с этими деньгами справляются. Значит, обращаю ваше внимание, что 72% из этой суммы, а именно 1 миллиард 528 миллионов, а 786 тысяч – это субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты из регионального бюджета. Эти расходы несут строго целевое назначение, а именно это оплата труда педагогических и непедагогического персонала, детских садов и школ, это питание учащихся. Но особая статья, на которую я все-таки обращу ваше внимание, это так называемые учебные расходы. И если по детским садам это игры, игрушки, ну и, пожалуй, все, то по школам это учебное пособие, учебное оборудование, это учебная мебель, но самая затратная статья – это учебники, которые съедают порядка 85, а то и 90% от этой статьи. Учебники дорожают год от года, и вот в постпандемийный год подорожали иные учебники буквально в два раза. Поэтому сегодня в контексте формирования местного бюджета мы можем говорить только о доле местного бюджета, это 28% в нашей сумме. Это 449 миллионов 896 тысяч 470 рублей. Уважаемые слушатели, это 80% от необходимых средств на содержание учреждения образования в соответствии с нормативными требованиями и стандартами. Недостаток средств в проекте бюджета, в той редакции, которая представлена в Думу, на следующие расходы. На оплату труда педагогических работников в учреждениях дополнительного образования, а это работники, которые получают зарплату из местного бюджета, не достает 10 миллионов и еще несколько тысяч рублей. В случае, не дай бог, принятия бюджета в этой редакции из 64 педагогов, ныне работающих, 27 придется сократить. Соответственно, придется закрыть коллективы и извиниться перед детьми и родителями, я так скажу. Ольга Уфимцева даже рекомендовала собравшимся, а впоследствии и депутатам, не голосовать за предложенный проект бюджета. По мнению же главы, более сбалансированного и выверенного проекта бюджета еще не было. Сегодня свою работу ведут согласительные комиссии. Это своего рода поиск компромиссов. Традиционно для балансировки нам приходится со знаком минус балансировать одни из самых наших, наверное, важных и, по сути, главных статей расходных полномочий. Это сфера образования, сфера культуры и немного в этом году спорта. Поэтому на публичных слушаниях руководители органов местного самоуправления, наверное, совершенно справедливо обозначили те проблемы, которые стоят перед городом. Они традиционные. Нового мы, по большому счету, ничего не узнали. И моей, наверное, основной задачей является поиск компромиссов. Между тем, мы из года в год стараемся расходные полномочия образования увеличить. Если вы сегодня уже почитаете заключение счетной палаты Полевского и городского округа по проекту бюджета, то мы обнаружим, что в удельном общем объеме наших средств затраты на систему образования выросли на 2%. Это весьма существенный показатель. Но приходится выбирать. Либо делать все ограждения сразу, либо только у двух образовательных учреждений. В муниципальной программе улучшения жилищных условий граждан предусмотрены расходы в сумме почти 6 миллионов рублей, где есть статьи на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельских территориях. 4,5 миллиона предусматривается на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья на условиях софинансирования из федерального бюджета. И 300 тысяч рублей – это предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий. Что же касается муниципальной программы развития дорожного хозяйства, то здесь расходы на 2022 год учтены в сумме 99,5 миллионов рублей. В эту сумму вошел и капитальный ремонт участка автодороги по улице Максима Горького, от переулка Больничного до улицы Лестопрокатчиков. На это предусмотрено более 34 миллионов рублей. Ксения Балденкова, Сергей Чижов, Новости 11 канала.